Пророк Муса Река Нил Древнейшая цивилизация в истории мира Египет, существовавшая более трех тысячелетий, возник в дельте этой реки и назывался в то время Нижним Египтом. Начав свое существование в дельте Нила, Египет непрерывно расширял и увеличивал свои территории, став через какое-то время самым богатым и могущественным государством Древнего мира. Египтяне достигли невиданных в те времена высот в математике, астрономии, архитектуре и многих областях искусства. Используя знания, которые для нас, современников, и по сей день составляют неразведанную загадку, они смогли возвести величественные пирамиды и дворцы. Древняя египетская цивилизация всем своим великолепием играла, пожалуй, одну из главных ролей на сцене истории мира, но все же исчезла, не оставив и следа того народа, который жил здесь тысячелетиями. От былого могущества и великолепия остались лишь памятники, напоминающие о событиях прошлого. Древний Египет казался самым цивилизованным государственным образованием того периода, однако лишь на первый взгляд, ибо система страны была построена на чудовищной несправедливости, бесправии и угнетении. В Коране, донесшем до нас сведения о египетской цивилизации, описываются яркие примеры безбожия и жестокости царившей системы. В одном из заятов Всевышний сообщает нам, как правители древнего Египта фараоны обожествляли самих себя. И воскликнул фараон в своем народе, «О народ мой, разве не у меня власть над Египтом, и разве не мои реки, что текут подо мной? Неужели не видите вы?» Египтяне поклонялись идолам и изваяниям башков, сделанным их собственными руками, и уповали на помощь от них. Еще одной извращенной системой верований в древнем Египте было то, что фараоны признавали и объявляли себя главными богами. Примечательно, что фараоны, веровавшие в свою божественную сущность, вступали в браки только со своими родными сестрами, дабы не смешивать свою кровь с простолюдинами. Фараоны провозглашали свои собственные прихоти и желания божественной воли, заставляя всех и вся подчиняться им, и беспощадно уничтожали любого, кто восставал против них. Так фараоны правили Египтом на протяжении веков. Причем влияние и страх перед фараонами были столь велики, что все беспрекословно подчинялись и склонялись перед ними. Фараоны были единоличными правителями и хозяевами всего государства, земель, Нила и народа, населявшего эти земли. Все производство в стране держалось под строжайшим контролем, и производимая продукция тотчас же забиралась для фараона. В использовании всего богатства страны не было и толики справедливости. Фараон использовал его только лишь для себя и приближенного к себе кругознати страны. Люди, не происходившие из народа Египта, не имели ничего, никаких свобод или прав, даже права на жизнь. Несправедливость и жестокость, происходившие из могущества и прихоти фараона, в самой тяжелой мере испытывали на себе народы, которые не были египтянами по происхождению. Безусловно, правители и рабы существовали во всех социальных системах на протяжении тысячелетий, однако издевательство, угнетение и жестокость в обращении с рабами в древнем Египте не встречалось более нигде и никогда. На протяжении всей истории древнего Египта каждый фараон возводил новые города и места поклонений, дабы показать свою мощь и богатство. На возведении городов работали тысячи рабов в нечеловеческих условиях. Собственно, они изначально были обречены на смерть. Рабы не имели права на отдых, ибо их никогда не считали за людей, ведь они не были египтянами. В то время как правящая династия Египта жила в невиданном великолепии и процветании, рабы не имели даже права жить. Класс рабов в древнем Египте составляли сыны Израиля, происходившие из рода пророка Ибрахима, в библейской традиции Авраама. Как гласит Коран, египтяне для укрепления системы рабства держали сынов Израиля в чудовищном страхе и угнетении, подвергали их откровенным пыткам только лишь для того, чтобы держать их в беспрекословном подчинении. Угнетение сынов Израиля достигло столь чудовищных масштабов, что люди фараона контролировали даже рождаемость в их среде. Новорожденным девочкам сохраняли жизнь, ибо в будущем их будут использовать в качестве прислуги, тогда как младенцев мальчиков немедленно и беспощадно убивали. Всевышний Аллах, обращаясь к сынам Израилевым, так сообщает в Коране об их участи в те времена. Вспомните, как мы спасли вас от людей фараона, которые ввергали вас в нестерпимые муки. Они удушали ваших сыновей, оставляя в живых ваших женщин. В этом для вас было великое испытание от вашего Господа. В этой обстановке Всевышний Аллах ниспослал народу Израилеву своего посланника, который призван был прекратить угнетение и несправедливость по отношению к этому народу, призвать людей к пути истины и освободить сынов Израиля, атаков рабства. Этим посланником был пророк Муса Моисей.